Всем привет! Эйнтховен, город и община на юге Нидерландов. Крупнейший город провинции Северный Брабанд. В городе находится большое число предприятий, связанных с высокими технологиями и информатикой, например, Филлипс. Город также известен футбольной командой ПСВ, второй по титулованности в Нидерландах. Письменная история города началась в 1232 году, когда герцог Хенри Кай-Брабанский даровал права города Эндиховену, небольшому городку на пересечении ручьев Домел и Гендер. В то время город состоял примерно из 170 домов, окруженных крепостным валом. Рядом со стенами города стоял небольшой замок. Городу также было дано право проводить еженедельный рынок, и крестьяне из соседних деревень были обязаны продавать на этом рынке свои продукты. Важную роль в развитии города сыграло то, что он находился на торговом пути из Голландии в Льеш. Около 1388 защитные сооружения города были значительно усилены, и между 1413 и 1420 в городе был построен новый замок. В 1486 Эндховен был разорен и сожжен войсками из Гилдерланда. К 1502 году город был восстановлен и получил новую башню и более мощные укрепления. В 1543 Эндховен был вновь разорен, и пожар 1554 года разрушил три четверти домов. Однако к 1560 город вновь удалось восстановить с помощью Вильгельма I Аранского. Во время войны за независимость Нидерландов город поочередно захватывали голландские и испанские войска. В 1583 году испанцы захватили город и разрушили его стены. Эндховен вступил в состав Нидерландов в 1629 году. Промышленная революция XIX века привела к быстрому росту города. Были построены каналы, обычные и железные дороги. Между 1866 и 1870 железная дорога связала Эндховен с Тилбургом, Хёрта Генбасом, Венло и Бельгией. Индустрия в основном занималась производством табака и тканей. Она получила мощный импульс с созданием в 1891 году компании Philips, которая сначала выпускала осветительные лампы, а потом приступила к производству широкого спектра электронных продуктов. В начале 20 века индустрия города была расширена с основанием компании DAF, Ван Дурне с Атомобайл Фабрайк, по производству пассажирских автомобилей и грузовиков. В 1920 город был укрупнен за счет слияния с соседними деревнями Вунсел, Тангелре, Стратум, Гёстел и Стрейп. Новый город сначала был назван Большой Эндховен. Грут Эндховен. Но затем вернул себе название Эндховен. Крупные бомбардировки во время Второй мировой войны разрушили значительную часть города, включая почти все старинные здания. После войны город был быстро восстановлен, и в нем было построено много высотных зданий. В послевоенный период все больше развивались электронные и прочие технические области промышленности, в то время как традиционное производство табака и тканей все больше увидало, окончательно исчезнув в 70-е годы. В 70-е, 80-е и 90-е годы было построено много жилья в северных районах города Вунсел-Зьют и Вунсел-Нурт, и в результате Эндховен стал пятым по населению городом Нидерландов. Промышленность и образование. В 1891 году братья Герард и Антон Филлипс основали небольшую фабрику по производству осветительных ламп, которая затем вырастет в одну из крупнейших фирм в мире по производству электроники. Присутствие компании Филлипс сыграло решающую роль в росте Эндховена в 20-м веке. Филлипс привлек в город много компаний, специализирующихся на высоких технологиях, и немало таких компаний откололись от самого Филлипса. В 2005 году треть всех расходов на исследования в Нидерландах были потрачены в Эндховене и его окрестностях. Четверть всех рабочих мест в регионе приходится на технологию и информатику, и среди известных фирм кроме Филлипс и Дав можно назвать на КПП Семикондактас, Асму, Тулекс, Симак, Ньюайс и Атос Ориджин. 15 июня 1956 года был основан технический университет Эндховена, в то время второй технический университет в стране после Деловского. Он занимает большой кампус в центре города. В университете работают 3000 постоянных сотрудников, 200 пастдоков и 600 аспирантов. Обучаются 7200 студентов, участвующих в 100 студенческих клубах. В отчете Европейской комиссии 2003 года университет занял третье место среди европейских исследовательских университетов, разделив его с Мюнхенским. Первые два места заняли Оксфордский и Кембриджский университеты. В своих исследованиях университет тесно сотрудничает с фирмами Филлипс, Асму и самой известной компанией Эндховена Дав. Каждый год сотрудники университета публикуют около 3000 научных статей и книг. Ежегодно присваивается около 140 докторских степеней. В городе расположена штаб-квартира международного продовольственного концерна Вион Фуд Групп. Спорт. В городе базируется один из лучших профессиональных футбольных клубов Нидерландов ПСВ, проводящий свои матчи на стадионе Филлипс, вмещающем 35 тысяч. Зрителей. Также имеется клуб первого дивизиона ФК Эндховен. Культура. В Эндховене расположен один из самых значимых нидерландских музеев современного искусства, Музей Ван Абе, названный в честь своего основателя, крупного промышленника Генри Ван Абе Энел. В коллекции музея находится около 2700 произведений искусства, созданных с 1900 года по нынешнее время, в том числе крупнейшее собрание работ Эли Лисецкого. Также музею принадлежат работы Василия Кандинского, Пита Мондриана, Пабло Пикассо и многих других мастеров. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.